А ты чего? С чем мы вообще сейчас занимаемся? А, я вспомнил, мы доказываем вот эту формулу, что если мы берем, смотря, она вот как-то пострадала, когда мы хотим здесь действовать, лектор, формула пострадала, потому что мы исчезли номинации. Давайте, вот так я сомневаюсь, уже нам не нужно. Значит, так, у нас есть все рациональные числа со знаменателем непревосходящего q, они изотнесены. Какую последовательность? Мы считаем те числа, которые попали, вы взяли х какое-то, из 0,1. Считаем те числа, которые попали в этот интервал, 0,1. И считаем долю этих числов по отношению к тем числам, ко всем числам. И устремляем в бесконечности и смотрим, что получилось. Театрин мы обнаруждаем, что в этом случае не такая негативная, а ты получаете не пункт Семенковского, который там непонятно как же, а получается просто x. Ну что соответствует природе, что если мы случайно кидаем, куда вы точки надо ездить, 0,1, я считаю, что этот интервал как 0 до x должно попадать в точек столько же, сколько пропорционально для негативного интервала. Вот тут так и получается. Неменковский, никого нет. Вот это вот так и. Для того, чтобы сделать этот показатель, мы сейчас просто-напросто напишем какие-то выражения и для числительных знаменаций, и поскольку, что просто-напросто. Итак, отдаем мы будем пользоваться вот теми свойствами 1,2,3, которые мы написали. Вот тут небольшую хитрость применим, которая... Итак, мы считаем количество элементов в ряду хавы с номером 0. Это в точности 1 плюс сумма по n непревосходящему у фи от n. И теперь мы становимся формалистами. Мы просто берем и одни формулы доставляем в руки. Единица, но ничего с ней не поделать. Она есть, так, если мы пишем равен, значит, что сумма по n не предусходящего у, а фи, ну, правда, но вы потерпите, если я вам купил m вот здесь и здесь, и здесь заменю на n. n, а там будет сумма по d делящим n в мю по d разделить на n. Так. Теперь вот я сделаю одну формальную процедуру, которая немножко психологически трудна. То есть я собираюсь сейчас по-другому просумировать вот что, что здесь написано. Что здесь еще написано? Ну, единица, она есть, единица. а дальше смотрите, как мы суммируем. Я взял число н непревосходящего и до него посчитал такую же сумму поделителем этого числа. Теперь я хочу эту сумму посчитать в другом порядке. есть несколько принципов мотивации, которые приводят к результату. Но первое, мы с вами по-моему обсуждали, что если число по модулю целое, не равно углу, а потом прошло на единице. А второй принцип, что можно перестать это суммирование и посчитать сумму разными способами. И вот я хочу перегруппировать слагаемые. Я хочу, чтобы у меня были собраны слагаемые с одним и тем же D, а потом просуммируем по всем D. Какие у нас здесь встречаются D? Раз D делит N, а N непревосходящий к U, то встречаются D непревосходящие. Дальше. Если встречаются D непревосходящие к U, и мы собираем те N, в которых встретилось это D, все, что зависит от D, можно и сразу суммировать. Так, а если у нас и что у нас остается? У нас надо просуммировать по-прямому выражение N, а N у нас должно быть таким, чтобы у этого N есть делитель D. То есть N с одной стороны сходения N непревосходящий к U, и N делится на D. То есть мы сейчас поменяем порядок суммирования. Мы сейчас взяли зафиксированный делитель и сосчитали все N, у которых есть этот делитель. Давайте зададим сколько этим вопросом сколько имеется чисел и как можно перечислить, что N числа N, которые не превосходят O, и N делится на D. То есть это N равняется N1 D. Правильно? Разговоры делятся на D. Значит, и оно не превосходит O. То есть просто-напросто N1 не превосходит курс делитель на D N1 и сядует. Поэтому последнюю сумму мы можем вот так переписать. Равно равно праздник единица остается D не превосходящего по н D разделить на D а тут будет сумма по N1 не превосходящего курса разделить на D и тут можно писать что такое прям? Что такое прям? Что ж такое прям? Это N1 D N1 D N1 D опять расходки вынеслось младо васящий девчон D пропало и девица на девица написано и девицу сумма по D не превосходящему мюн D а здесь сумма по N1 не превосходящего курса вид на D N1 ну давайте я картизу последний кружочек что же это за сумма будет у нас с целой части значит мы считаем какие значит N кандидра натуральная числа и она равна 1 2 3 и последнее это будет у нас Q разве на D целая числа вот что значит и нам надо считать сумму первой вот стольки натуральных натуральных числа но это известная задача которая даже по истории которая связана с ней связана история про малейкул гаусс которую мы задали в школе посчитать сумму первых 100 натуральных чисел но сразу выгладить ну конечно сумма по N1 от 1 это есть просто Q1 умножить на Q1 плюс 1 пола если мы вспомним что Q1 это целая часть давайте мы так и напишем что здесь будет Q разве на D Q разделить на D плюс 1 пола очень важно писать целую часть потому что целую часть и с вами сейчас как раз я хочу немножко эту сумму приблизить чтобы легче было считать то есть я хочу целую часть стереть но для этого там ничего не бывает в математике скромной наук поэтому давайте зададимся себе вопрос если я пишу прожать Q разделить на D целую часть умножить на Q разделить на D целую часть плюс 1 пола я даже честно вам хочу сказать я хочу не только целую часть стереть а стереть все лишнее я хочу стереть вот эти две целые части и стереть вот эту единицу тоже то есть я хочу написать что это уравняется Q квадрат разделить на 2D квадрат плюс R R погрешность и вот эту погрешность я хочу отсюда чего же будет здесь не превосходить погрешность что такое целую часть целую часть это число минус дробная 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 и это величина порядка 1 поэтому если я вот это использовать на D целую часть заменю на использовать на D без целой части то у меня погрешность вот этого приближения будет порядка 1 но у меня есть число а число б их произведение я заменяю одно число на его приближение и другое число тоже заменяю на его приближение произведение при этом заменится на какое-то другое число и погрешность у него будет не такая маленькая потому что смотрите если я пишу что это A A A B 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 m B B будет A B A A B C B B B A B B B B B То есть мы можем сказать, что она, вот здесь я напишу, r не превосходит u разделить на d, 2 разделить на d обязательно. Потому что 1 откуда взялось? Вот я альфа умножен на b, если произведение числа есть, которое оба меньше единицы, то вот их произведение тоже меньше единицы, если каждый их меньше единицы. А тут вот большое число может умножиться на число порядка единиц, и получится число порядка большого числа. И так два раза, потому что а можно умножиться на b, а потом b умножиться на а. Ну ничего страшного, ничего страшного, как-нибудь это справится. Итак, я хочу немножко упростить формулу вместо махмачков. Я посчитал вот это выражение. Это выражение оказалось вот такой, точно равно вот такой сумме с целыми частями. Целую часть мы выкидываем отсюда по вот этому правилу, и что же произведать получается? Давайте вспомним, с чего мы начинали. С количества, мы будем выжигалить количество элементов в подху, да? Вот это единица ужасная, грузистическая. Плюс сумма по d, не превосходящая у. Мю на d. Тут я должен умножить на вот это вот вражение. У квадрат на 2d квадрат плюс. Но вот это r вообще порядка. Я напишу пока что. Она зависит от rd. Давайте оставим вот эти индексы qd в силу зависимости. Наличие этой зависимости. Потому что они символизируют, что зависимость такая есть. Но вот, вот это вот rd, rd, qd, оно не превосходит 2q, rd, rd плюс 1. Вот это наш вывод, который мы сделали после перестановки порядка суммирования, пускаться от погрешности. И у нас получилось сразу две суммы. Первую сумму давайте я напишу. Количество элементов. И в квадку равняется q2 сумма по d, не превосходящим. Мю от d. А q в квадрат на d квадрат. Это значит, я выписал вот то, что если я вот это умножил на f, Плюс, ну, горда стоящего в начальнике деницев, мы отправим в конец. Потому что она в погрешности будет. А здесь будет сумма. Давайте здесь новая погрешность. rd от q. И подумаем, как же нам здесь погрешность? rd от q по сути делает вот такая сумма. Это сумма по d, не превосходящая q, мю от d, rd. rd по модулю не превосходит. Сумма, модуль, сумма слагает, не превосходит сумму модулей. Функция мелкого соподобно не превосходит в единицах. Поэтому это будет не превосходить. Модули при rd. Для модуля rd у нас есть прекрасное выражение. Вот. Значит, будет не превосходить. Сумма по d, не превосходящая q. q. Необходимо знание какое-то. 2 q. rd на d. А сумма по d, не превосходящая q. 1. Не превосходит. q. У. У. Осталось у вас, знаете, какое выражение будет? 2 q я выйду за скобки, а тут будет сумма по d, не превосходящая q. 1 d, еще плюс 1. Это математика. Вот. Кто знает, как ведет себя сумма гармонически говоря? Примерно логарифм. Значит, это не превосходит логарифмам. Там есть более точная формула, о которой можно говорить о логарифмах. Там вот здесь равен, что это логарифм q, плюс гамма, плюс и большое, это не какая-то гамма, это постоянная эйлина, которая существует, на которой ничего не известно до сих пор. Ну, что это значит, ничего не известно? Ну, неизвестно, скажем, является задачей слова отца на логарифм. Но в любом случае, если мы сейчас простым используем логарифм q, давайте еще дальше это упражнение, для разных генералов. Он, наоборот, больше равен, чем логарифм q. Логарифм q, логарифм q, плюс 1, так написано. Логарифм q, плюс 1, да. Можно логарифм q, плюс 1, пошел. Это вот у нас y равняется на x, да? 1, 2, да? Значит, вот эта сумма, это сумма вот этих вот столбиков, да? Правда? И сумма площадей. Вот эта сумма, это сумма вот этих площадей. Да. А алгоритм — это площадь вот этого вот. Единицу потеряли. У нас еще есть горда и единица, которую мы лишили гордости. Вот здесь вот так правильно выходить. Поэтому в результате получается, что погрешный вывод, что погрешный РУ не превосходит 2КУ логарифм У плюс 2КУ. Ну что ж, у нас получилось прекрасно. Мы стали изучать количество чисел. В ряду Форей у нас получилась такая форма. КУ квадрат попала сумма по Д, не превосходящая КУ. Мюан, Д. Развит на Д квадрат. Плюс погрешность. И эта погрешность не превосходит 2КУ. Логарифм У плюс 2. А вот это дело… Мы уже, кажется, посчитали заранее. Что вот это дело мало отличается от... 6 делит на пиквадрат а это дело 6 делит на пиквадрат поэтому если мы воспользуемся вот 1 мы воспользуемся когда написали вот это дело и нам стали менять порядок суммирования а сейчас мы воспользуемся формулы 2 и формулы 3 то есть мы вместо конечной суммы согласно формулы 2 подставляем бесконечную сумму 6 делит на пиквадрат плюс погрешность порядка 1 потому что здесь у нас верхний метал суммирования а так он у нас почему-то не образовался а здесь у нас погрешность порядка q логарифт вот самая большая здесь значит ну у нас несомненно такой успех есть то есть мы получили вот такой вывод что количество элементов в эту паре это и есть ну тут двойка 6 на 2 3 будет 3 пиквадрат q квадрат плюс погрешность ну давайте я ее не заводку скажу r1 так у порядка q логарифм q то есть мы значит вот под q теоретой показалось что мы на самом деле взаимоотношениям фунц-вейлера что если мы в этом вопросу первого фунц-вейлера первого q натурального числа то вот она приблизительно вычислили чему равен знаменатик а теперь надо приблизительно вычислить чему равен числитель так вот оказывается что вычислить чему равен числитель то есть мы получили синтетическую форму вычислить можно точно так же как мы сейчас получили синтетическую форму вычислить давайте ну давайте эти вычисления проведем мы можем их уже проводить не столь подробно а а